Разумеется, что не я первый открыл, что именно привлечение кровотока активирует вот эти все восстановительные механизмы. Но все-таки есть большая разница в подходах. Например, всем известны драчечники, банки, аппликатор Кузнецова и массаж. Все это методы местные. То есть вот конкретно в эту область, точку, привлекается кровоток. Но почему-то никто не думает, что после того, как он привлекся, местные сосуды, они теряют регуляцию. Все тело очень рассчитывает объем кровотока. Если все сосуды раскроются, то потребуется крови не 5 литров, а 10, но у нас всего 5. И поэтому вот сюда он, допустим, зашел, но тогда где-то должно забраться. А вот эти местные методы, они срывают нафиг все стопы, запускают крови максимум, это все круто и классно, но потом в этом месте отечность, это надо повторять много раз, и тело не вырабатывает привычки самостоятельно это делать. А нам желательно, чтобы 24 на 7, уж пошло восстановление, так месяц подряд и не часа тормозов. Ну, можно, конечно, больше, но обычно месяца хватит. Так вот, местными методами я не пользуюсь и не заметил, чтобы я с этого что-то потерял. Кстати, лазер, вот эти все части электрофореза, они тоже местные и тоже этими же недостатками страдают. Но лазер, конечно, получше, он поглубже в ткани проникает, помягче. Поэтому, в принципе, с физио, если я пользуюсь, то я лазером-то пользуюсь, электрофорезом, ну так, редко, а всем остальным, ну его. Есть методы общие. Банька. Баньку любят все, но нужно опять же понимать, что ты вызываешь температурную перегрузку и резкое расширение сосудов. Кто-то вообще унесет кого-то, если шея травмирована, сосуды зажаты, вообще нельзя. Только что после правки тоже нельзя. И опять же, не то что не заставляете, не сформировали вы привычки ходить с этим кровотоком. Тело, оно вообще, как ребенок трехлетний, вот как показали, так и будет делать. Вы в бане разогрелись, у вас все расциркулировалось, вы через два часа после бани, в принципе, уже имеете обычный кровоток. Нет продленного эффекта, но он есть, ну сколько, ну ночь, одну ночь, а потом в баню еще неделю не ходить, и кровоток опять зажимается. Нам нужно в каком-то месте, допустим, если мы сустав восстанавливаем, что 24 на 7 по возможности. И вот исследуя все это, то есть какой первый вывод я сделал? Во-первых, ходьба. Ходьба, чем дольше вы идете подряд, тем больше настраивается кровоток, сердцебиение. С тем, чтобы все ткани получали питание, без излишков, ну скажем так, хлеб с маслом свой, каждая клетка получил. Но если вы очень сильно загружены, то первые 10-20 минут ходьбы для вас вообще ни о чем. А вот потом, потом начинается, вы переключаетесь вниманием наконец-то в тело, а не в каких-то там дела. И уже ваш объем внимания начинает нервная система. О, класс, мы занимаемся телом, давай. И оптимизирует. Если вы регулярно это делаете, то вам на привычку заходит постепенное повышение уровня кровоснабжения. Схема какая? Если вы долго привыкли сидеть, то кровоток падает. Ну типа, зачем им лишний ресурс тратить? А если вы привыкаете двигаться, то кровоток растет. И если вы долго сидели или долго в какой-то вынужденной позе находились, там год-два допустим на работе, у вас уже в настройках этот кровоток пониженный. А в поврежденной области он еще понижен из-за спазма, который все равно там будет. И вот за счет регулярной ходьбы, ну правда всех остальных упражнений, вы эти настройки начинаете выставлять на другой уровень. Мягко, без насилия вообще. И будучи выставленными, они на вас работают 24 на 7. Ну конечно, если вы лежите спить, то все-таки надо переворачиваться и спальное место готовить, не жалеть поролона. То есть, ну хотя бы десятку-то использовать, конечно, чтобы не передавливать. Но опять же, автоматика все это сделает за вас, я просто для информирования говорю. То есть, первая ходьба и перерывы на движение. То есть, раз в час перерыв, постоянно это говорю, можно реже, можно чаще, но раз в час это такая средняя норма, за которую лучше не переступать. Для чего? Ну даже если это зашло на настройку, этот повышенный кровоток, сама ходьба механически разгоняет кровь. И в таких, ну скажем так, специфических ситуациях используют задержку дыхания. Механизм простой. Увеличение концентрации углекислого газа либо в воздухе, либо в крови, но если даже в воздухе, то все равно в крови, расширяет сосуды. Но метод проблемный почему? Расширяет достаточно бесконтрольно, нуждается в упражнениях на эту тему, если применять, и нагружает сердце. Поэтому, если вы, допустим, либо вы торопитесь, либо вы спортсмен, что вам нужно прямо вот в своих руках это все держать. Как вариант, можно боль снимать разгоном кровотока. Заболела спина, задержал дыхание, сосуды раскрылись, боли нет. Но это для тех, кто уже умеет. Так вот, практика, в общем, лежите на подготовленной поверхности, на спине и задерживаете дыхание, допустим, по 10 секунд несколько раз. То есть вдохнули, 10 секунд подержали, отпустили, продышались, снова вдохнули, снова 10 секунд и там, допустим, 5 раз. Если идет головокружение, то это нормально, если идет сильное головокружение, то вы завязываете с этим. Ну, вот такая, казалось бы, ну, не фигня ли, да, для здорового. Но вот регулярно вот эта практика, опять же, ваши настройки повышает в сторону чуть более увеличенного кровотока. Ну, этим пользовались те, кто практикует всякие практики развития, то есть, допустим, ходить в гору или там залезать в пещеры, там тоже этот механизм работает. То есть там и мышление немного меняется, и взгляд на мир такой философский становится. Кажется, что ты тормозной, хотя ты внимателен. Это все такие не совсем стандартные режимы работы нервной системы, поэтому мы глубоко в задержку дыхания ни с кем не ходим. То есть я, допустим, практиковал, ну, это не для лечения, это уже дальше. Вот так вот, по 10 секунд там несколько раз, не чаще двух раз в день. И в завершение, то есть есть ситуации, когда вот эти местные методики, хотя я их не особо люблю, когда они действительно нужны. Ну, как правило, нужны они, когда вы на старте. То есть вот вам вот прямо сейчас надо ее все-таки разогнать, эта кровь, ну, прям сильно болит. То аппликатор Кузнецова я действительно использую, иногда назначаю. Но если мы уже начали править, то обычно я там разгоняю кровоток так, что уже не до аппликаторов. Хотя самим, конечно, то есть это метод, это используется, пусть оно будет, и баня пусть будет. Без крайних температур, без резкого смены положения, потому что голова может закружиться. Ну и по ощущениям, то есть, ну, смотрите за собой, не надо лезть в 80 градусов только потому, что все так делают, а вам уже плохо. Вы смотрите по себе, по ощущениям, и по времени, и по температуре. Потому что, допустим, погреться в плюс 40 я и сам люблю. Ну, а чего, погрелся, все раскрыл, все так хорошо, идешь потом чем-то занимаешься. Но только не выйдите в ранг абсолюта, как некоторые, баня, все лечит. Ну, все лечит, а чего вы тогда болеете-то? Поэтому каждому методу свое применение и успехов!